В этом выпуске речь пойдет о выступлении Путина на Всемирном Русском Народном Соборе и о протесте жен мобилизованных. В Москве прошел 25-й Всемирный Русский Народный Собор, на котором выступил по видеосвязи Владимир Путин. Атмосфера этого мероприятия заставила комментаторов старшего поколения вспомнить партийные съезды в СССР. Андрей Мальгин. В Кремлевском дворце съезда сегодня открылся 25-й съезд КПСС. С отчетным докладом на съезде выступил генеральный секретарь ЦК КПСС В.В. Путин. Речь товарища Путина была встречена бурными продолжительными аплодисментами. Но были и некоторые отличия. Товарищ Путин выступал не лично, а по видеосвязи. И по обе стороны от экрана с его лицом висели экраны с ликами Христа. Получилось жутковато, отмечает журналист Игорь Яковенко в стриме на канале Ксении Лариной. Действие чудовищное совершенно, потому что на самом деле это было похоже одновременно и на очередной съезд КПСС, и на крестный ход. И когда Путин сидит между двумя образами Креста Спасителя, это демонстрация полного отсутствия чувства юмора у человека. Потому что он, находясь у себя в кабинете, свое изображение, свой лип поместил между двумя ликами Христа. Такая получилась сатанинская троица, когда вот эти лики Христа, они приобрели совершенно другое значение. Автором самые популярные шутки дня стал блогер Дмитрий Чернышев. Историю про одного Христа, висящего между двумя преступниками, я где-то читал. Но одного преступника, висящего между двумя Христами, мне ранее видеть не доводилось. Перед выступлением президента зал коллективно помолился. Причем выглядело это так, как будто собравшиеся молятся прямо на Путина. И в этом нет ничего удивительного, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв. Видите, в чем дело? Во-первых, его Владимиром Святым уже признавали, когда Харатьян вел концерт по случаю присоединения Крыма. Он проводил, ну это же не ему были слова, это ему написали. Он проводил ассоциации между Владимиром Крестителем и Владимиром Присоединителем. Это было совершенно очевидно. А во-вторых, понимаете, то, что они встали и начали креститься, это просто лишний раз подчеркивает чудовищную духовную деградацию, которую сейчас загнали Россию. Кстати говоря, этот собор, ну это в известном смысле легитимация, да, ну как бы признание очевидно, констатация, скажем так, этой дикой духовной деградации. Все, что там говорится, оно не подлежит никакой критике, потому что это конструкция, распадающаяся на глаза. Но чего нельзя не заметить, так это вот радикального сдвига. Мы уже спасаем не Украину, мы пытаемся привлечь под свои знамена уже не просто русских маргиналов и маргинальных мыслителей, типа Дугина, а весь всемирный рессентимент. Иными словами, всех, кого не устраивает мировое распределение ролей. Мыслители типа Александра Дугина накануне писали, что на соборе будет наконец-то сформулировано то, что они называют русской идеей или суверенным российским мировоззрением. Но речь Путина выглядела скорее как набор советских штампов, пишет публицист Альфред Кох. Дугин обещал людям, что на соборе будет точка отсчета новой эры возрождения России, взрыв мозга и поворотный пункт. А вместо этого публика получила скучного и блеклого бюрократа марки «Кувшинное рыло», да и то лишь по телевизору. А где факель цуги, римские приветствия, клавраты на лбу и всякие там братья и сестры? Где грозный вопрос, вы хотите тотальной войны? И где ответный рев толпы, да, хотим. Нет, не дотягивает Путин до берлинского шпортпаласта образца 43-го года, кишка тонкая. Да и то сказать, те ребята помоложе были, и к тому же большинство из них войну прошли, в окопах, на передовой. Куды пляшивому тыловику за ними угнаться? Да и в холодильнике он уже давно, как я мог забыть? А где в холодильнике страсти и темпераменту набраться? Негде. И тем не менее, патриоты уже изучают путинскую речь, как набор новых догматов. Они пишут, что президент сформулировал в ней тезисы будущей государственной идеологии. Максимально саркастично описывает эту идеологию на своем канале публицист Александр Невзоров. Для Путина, для войны, для режима это архиважное мероприятие. Как известно, ведь у страны под названием Россия совершенно особый путь. Она может, действительно, может существовать только за счет грабежа, убийства и поглощения соседей. Это дает ей возможность паразитировать на ресурсах соседей и шиковать. Такова ее историческая миссия. Другой, извините, нет. Никакой другой Россия быть не может, не сможет, да и не захочет и не хочет. Практически все малые народы, до которых она могла дотянуться, малые или более просто слабые, чем она, были ею кроваво раздавлены и поглощены. И порабощены. Это бесспорный, всем известный и абсолютно хрестоматийный факт, лучшим доказательством которого является обычная географическая карта Российской Федерации. И вот для всего этого многовекового кровавого свинства нужны красивые обоснования. Потому что паразитизм, геноциды, голодоморы, оккупация, депортация народов и массовые расстрелы, убийства. Ну, необходимо постоянно оправдывать всякими высокими целями и очень особыми правами. В этом деле страна уже, надо сказать, действительно, да, да, она уже добилась колоссальных успехов. Но вот эти старые аргументы, они всем хороши, но они, конечно, приедаются и устаревают. И периодически требуется то, что называется вот свежачок. Для этого в Кремле и собирают Всемирный собор, на котором коллективно сочиняют новые веские причины паразитизма, военного и политического скотства, репрессий, грабежи и беззакония. И это совсем не так просто, как вам кажется. Это очень серьезная работа, требующая усилий самых отъявленных прохиндеев стран, так называемых идеологов русского мира. Путин порадовал русских националистов словами, что без русских нет России. Он традиционно обвинил Запад в попытке расчленить и разграбить Россию и заявил, что затеянная им война носит национально-освободительный характер. Идея не новая, пишет Алена Солнцева. В 1993 году, когда этот Всемирный русский собор возник, идея русского мира была маргинальной. Мир на одной восьмой был не русским, а российским, то есть многонациональным, многоукладным и разнокультурным. Русский национализм существовал и при советской власти. Не встречались его представители – от гопников с кастетами до умников с византийством. И то, и другое не вызывало симпатии, как и любой другой национализм, который только притворяется сильным, а на самом деле использует энергию заблуждения в личных целях отдельных людей или групп. Оружие опасное и архаичное. Но сейчас у нас, по мнению Путина, идет битва за справедливость, которая носит национально-освободительный характер. «Нам предстоит решать колоссальные задачи по обустройству громадных пространств – от Тихого океана до Балтики и Черного моря», – сказал он. «Ну и как же вы будете их решать, спрашиваю я, которая по древности своих лет уже слышала такое от Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева и Ельцина. И это только главы государств. А уж политиков-устроителей я и не вспомню всех». Не очень понятно, от кого Путин собрался освобождать Россию, отмечает историк-просветитель Александр Штефанов в утреннем шоу Александра Плющева. Ну, конечно, примечательно, что Путин пытается уже идеологически оформить войну. Явно чувствуется запрос среди, в том числе, зет-патриотов на какое-то идеологическое оформление, потому что каждый второй зет-патриот вам скажет, что, блин, как надоело воевать каждому за свое. Потому что, действительно, каждый сторонник войны вкладывает в войну то, что он именно хочет, и то, что государство в нее ничего особенного не вложило. И Путин вот тут предлагает национально-освободительную идею. Понятно, что работает это так себе. Пока не оформлена полностью пропаганда под эту вот идею, что это национально-освободительное движение какое-то, что это национально-освободительная война. На другие классические национально-освободительные войны, скажем мягко, это не похоже. У меня, например, нет особых симпатий к Украине, но с ее стороны это гораздо больше похоже на национально-освободительную войну, потому что там, ну, хотя бы действительно суверенитет стоял под вопросом. А тут как-то, ну, не то чтобы сильно. Ну, преимущественно, что он сказал, обратите внимание, что без свободной и суверенной России не может быть справедливого миропорядка. При этом тот же Владимир Путин отсылает как к идеальному миропорядку эпоху Холодной войны, когда был двуполярный мир, когда было действительно два польза силы. Вот только проблема в том, что в тот момент не было суверенной России. В Советском Союзе, конечно же, Россия фактически у суверенитетом не обладала. На нестыковки в путинской речи обращает внимание блогер Анатолий Несмеян. Трудно сказать, кто пишет Путину спичи, но есть небольшой нюанс. Национально-освободительная борьба – это первичный этап строительства национального государства. У сформировавшегося национального государства этот этап уже пройден. Национальное государство не может вести национально-освободительную борьбу. В противном случае оно не может считаться ни национальным, ни состоявшимся. Возникает вопрос, так Россия – это состоявшееся государство или только ведет борьбу за свое становление? Или спичрайтер, который писал Путину эту ахинею, не в зуб ногой в терминологии? Про самого Путина, говорит, смысла нет. Хорошо, что еще читать слух способен. Понимать озвученное ему не обязательно. Еще вопрос. Если Путин намекает, что мы были колонией, а теперь сбрасываем себя оковы, то чьей колония Россия была? Тех самых колонизаторов, с которыми Путин заседал о восьмерке, откуда его вытурили? Тогда кем был Путин в этом клубе колонизаторов? Туземным вождем, которого пригласили для выдачи ему указаний, сколько бочек с вареньем он должен выплатить дани? Нельзя быть капу в бараке, поставленном администрацией концлагеря, и одновременно возглавлять борьбу барака за свободу. Не получается одновременно совмещать пост туземного гауляйтера и командира партизанского отряда. Вы там определитесь, в конце концов, кто вы такие? Немалая часть выступления Путина была посвящена семейным ценностям. Комментирует на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман. Путина понесло в его ныне любимую тему про семью. Он же объявил следующий год годом семьи. Видимо, семьи тех самых мобилизованных, которых оставили навсегда умирать на фронте. У многих народов России, сказал Путин, сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. А что такое у многих народов? У них же один российский народ. Они же там вроде все время правы. Эй, куда-то его туда понесло. Подождите. Если у них русский народный собор, то народ у них один, россияне нет. Ну ладно. Дальше. Он напомнил, что всего несколько поколений назад у бабушек, прабабушек нынешних россиян всем их было по семь-восемь детей, а то и больше. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Опять все народы России заявил Путин. И я подумал, семь детей. Откуда эта цифра мне знакома? Ну конечно. Русская, русская народная поговорка семеро по лавкам. Семеро по лавкам в России говорили, я помню, моя бабушка говорила, когда имелось в виду, что нарожали мы тут детей, а прокормить нам их нечем. Голодьба растет, нищебродство. То есть Путин призвал плодить голодьбу и нищебродство. Весь этот набор выглядит довольно знакомо. Путин явно решил воспроизвести в России традиционную формулу. Православие, самодержавие, народность. Пишет оппозиционный политик Лев Шлозберг. Путин как государственный деятель идет фактически не по пути часто поминаемых им Александра Невского и Петра Великого, а по пути Николая Первого, одного из самых реакционных правителей Российской империи, начало которого стоит в крови Сенатской площади 14 декабря 1825 года, долгое правление которого подавило ростки свободы и отбросило Россию на треть века назад. Реинкарнация государственной идеологии Российской империи 19 века в начале 21 века будет служить той же цели, что и два века назад – формированию покорности народа и сохранению личной власти. С помощью этой теории можно конструировать политические мифы, манипулировать обществом, создавать и эксплуатировать общественные комплексы, проводить выборы, организовывать политические репрессии против несогласных. Использование доктрины православия и самодержавия и народность означает опору на самые архаичные, консервативные, реакционные, националистические и во многом радикальные группы российского общества, создание пространства для самовыражения и самореализации этих групп. С помощью этой доктрины можно обеспечить себе пожизненное правление как фактическому императору. Но с помощью этой доктрины невозможно сделать главное – создать современную страну и сделать ее успешной. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов. «Зарубежье» может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты. Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Пока Путин призывает к возрождению многодетности, женщины в разных регионах России пытаются протестовать против того, что их мобилизованных родственников никак не отпустят с фронта. Повестки стали для мобилизованных билетом в один конец. Ни ротации, ни тем более демобилизации на украинской войне не предвидится. Жены мобилизованных написали обращение к президенту, где отмечают некоторые противоречия в государственной политике. Насколько абсурдно все, что сейчас происходит. 2024-й президент объявил годом семьи. Иронично. Учитывая, что жены воюют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. А сатанист-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийное убийство на СВО. Есть же все же чувство юмора у нашего президента. Наши парни что уже 15-й месяц искупают? Они уже отдали родине столько, сколько ей не расплатиться никогда. Этот манифест, как и другие обращения к властям, опубликован в телеграм-канале «Путь домой». Патриотическая общественность убеждена, что канал ведут какие-то оппозиционеры. Дмитрий Стешин. Беглые навальнисты снова терроризируют россиян. На этот раз под видом жен мобилизованных. Хотя цель у задумки все та же – заполучить личные данные, которые можно будет слить. Только теперь это данные военных, а сольют их украинским ЦИПСО. Проукраинские каналы, в свою очередь, критично относятся к протесту жен мобилизованных, поскольку не видят в нем антивоенной составляющей. Телеграм-канал «Ватное болото». Давайте мой Ваня вернется, и мы пойдем с ним развлекаться в ТРЦ. А убивать украинцев и подыхать в окопе отправьте соседского Ваню. Это не антивоенное движение. Это движение эгоистичных людоедок. Журналист Майкл Накин на своем канале отмечает, что даже в таком виде протест родственниц мобилизованных все равно создает неудобства российским властям. Вы скажете, фух, и так их родственники-убийцы в Украине, да еще и они рассказывают, что они вот за войну, кругом у них за, вы, вот это вот все. Да как можно им сопереживать? Да и не надо им сопереживать. Речь не об этом. Речь о том, что эти люди все больше демонстрируют власти, что есть запрос на предприятие каких-либо действий, что есть понимание недоверия к властям. И эти люди действительно создают напряжение, особенно в преддверии президентских выборов в марте 2024 года, что иронично, потому что новую волну мобилизации Владимир Путин не проводит, так как впереди выборы, и он не хочет напугать электорат. Не потому что он боится, что за него не проголосуют, ему плевать, проголосуют за него или нет, у него вся система налажена, а потому что он боится каких-то бунтов, неповыновений, а то и революции. Но, с другой стороны, именно отсутствие новой мобилизации приводит к недовольству существующих мобилизованных и их родственников. В конце концов, революция 1917 года ровно так и произошла. Когда люди в окопах сидели годами, мобилизованные, между прочим, когда они потихонечку бунтовали, и бунтовать начинали все больше, и в итоге свергли власть. Это, конечно, сильно упрощенная схема, и вообще исторические аналогии неприменимы к текущим реальностям. Тем не менее, надо понимать, что действия российских властей создают им угрозу, причем довольно большую. И, собственно, эти жены мобилизованных все активнее поднимают голову. Многие оппозиционные комментаторы считают, что пик этого протестного движения еще впереди. Михаил Ходорковский. Знаете, кого в Кремле сейчас боятся больше всего? Жены матерей мобилизованных. Боятся не зря от безысходности и отчаяния. Родственники солдат, которых бессрочно отправили на фронт умирать за Путина, пытаются надавить на власть. А пока-то цинично и трусливо отмахивается, от них напряжение растет. Политолог Федор Крашенинников на канале The Insider Live говорит, что любые сомнения в правоте действующей власти ведут к распаду пропутинского большинства. То, что само это движение создает определенные проблемы для власти, это безусловно. Потому что в условиях, когда участники войны героизируются, их родственники героизируются, появление родственников реальных военнослужащих, которые высказываются против власти, оно, конечно, больно бьет по власти в глазах других ее сторонников. То есть это нам, в общем, честно сказать, уже ничем не удивить. А для сторонников власти, для лояльных людей, эта история, конечно, проблемная. Потому что как так? Получается, что есть проблема, что люди воюют, что их не возвращают, что это несправедливо. С точки зрения их родных, это действительно нарушение закона. Особенно все это болезненно на фоне того, что уголовники, которые подписали контракт с каким-нибудь Вагнером, уже давно откинулись и гуляют по улицам городов. А вот люди, которые мобилизованы, что-то не гуляют, не возвращаются. Поэтому само обсуждение вот этой проблемы несправедливости власти по отношению к лояльным ей своям населения, она, конечно, неприятная. И не думаю, что она ведет прям к каким-то практическим результатам, но она ведет к разложению вот этого путинского, как сказать, сообщества, поддерживающих Путина россиян. Потому что любое сомнение в том, что все правильно, любое сомнение в том, что власть действует в нужном направлении, оно, в общем, в итоге бьет, конечно, по власти. Родственницы мобилизованных пытались устраивать уличные акции, но столкнулись с сопротивлением властей. Теперь они организовали флешмоб с наклейками на машинах «Верните мужа, я задолбалась» с использованием латинских букв «З» и «В». Пока протест выглядит не слишком многочисленным, и у него, скорее всего, есть профессиональные организаторы, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев. На канал сейчас подписаны 23 тысячи человек. В качестве иллюстрации флешмоба с наклейками представлено несколько фотографий. Две реальные акции жен мобилизованных были скромными. В Москве участвовало около десятка женщин, в Новосибирске на закрытую встречу в ДК пришли около 30 человек. Но это в условиях, когда власти отказывают в проведении акции протеста, а страх репрессий велик. Потенциал у этого протеста, безусловно, есть. Организуется он довольно профессионально, его требования отчасти созвучны, с требованиями антивоенно настроенных граждан и всех тех, кто устал от войны. И хотя жены мобилизованных не защищены от преследований, которым подвергаются антивоенные активисты, государство явно будет вести себя с ними осторожнее, как всегда осторожничает с теми, в ком видят представителей глубинного народа, вспомним акции против QR-кодов и всеобщей вакцинации. Интересно, что Кремль и пропагандисты уже попытались противопоставить протестующим женам мобилизованных правильных жен мобилизованных, которые во всем поддерживают СВО и повторяют заученные фразы о войне с НАТО. Это дополнительная иллюстрация того, что Кремль тревожит протест женщин. Власть пока реагирует довольно осторожно, в основном медийными средствами, а также пытается погасить протест с закрытыми встречами и обещанием отдельных поблажек. Пока они больше наблюдают за ситуацией и смотрят, во что она выльется. Кроме того, женщины объявили, что в знак протеста будут носить белые платки. Это напомнило другое женское протестное движение, пишет активист Николай Кавказский. Родственницы взяли идею у аргентинского движения «Матери площади Майя», участницы которого одевались в белое, требуя от аргентинского диктатора предоставить информацию о своих близких, пропавших во время репрессий. Еще одна популярная историческая аналогия – женщины с Розенштрасса, которые отбили у фашистского режима своих еврейских мужей. Об этом вспоминает, например, оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Популярная политика». Немецкая нацистская власть не осмелилась силой разгонять немецких женщин, которые выступали в защиту семьи. Знаете, ведь вот в этом мифологии нацистской и путинской то же самое. Мужчина предназначен для героической гибели на фронте, женщина предназначена для того, чтобы рожать новых героев, хранить очаг для воюющего героя и так далее. И если женщина это исполняет, то к ней следует относиться с почтением, с трепетом и так далее. И вот она, исполняя эти свои функции, эти функции защиты семьи, она вдруг оказалась против власти. Женщина с Розенштрасса против Гитлера, наши эти жены и матери мобилизованных против Путина. Видимо, Гиммлер все-таки был умнее наших, потому что наши решили действовать более-менее традиционным способом. Они стали запугивать этих женщин. Ну вот, имеют то, что имеют. Уже получили результат. Понимаете, в чем дело? Почему это опасно для властей? Потому что это настолько архетипически невозможно для полиции, для карателей, неважно кого, эсэсовцев, казаков или нынешней Росгвардии, разгонять женщин, выступающих в защиту своей семьи. Понимаете? Дубинка может не подняться. А кроме того, представьте себе, вот их разгонят, да, разгонят жестко там и так далее. Ума хватит. И палачей может хватить. Окей. Их разогнали. А какая будет реакция на фронте? Когда мужики, которые на фронте, узнают, что их женщин вот так вот запихнули в автозаке, кому-то там сломали руку-ногу и так далее. Причем не обязательно те, у кого действительно жены тут попадут, а любой, любой, который там сейчас. Поэтому это очень страшный для властей протест, который, я думаю, силой подавится очень сложно. Российское общество этот протест с мертвой точки не сдвинет, уверен блогер Андрей Никулин. Не будет никакого пробуждения. Самому сколько раз приходилось знакомым, родственникам и друзьям с фактами, с реальными историями, в том числе и из близких рук, пытаться пробить броню непонимания и игнорирования. Бестолку. В ответ стеклянные глаза и чеканные формулировки. А что было 8 лет на Донбассе? А посмотри сейчас на обстрелы Донецка. Все это ложь, ну или правда, но устроенное американцами и прочими масонами. Причем эти люди не едят мыло. В бытовом плане ведут себя вполне вменяемо. То есть некая логика и рационализм у них присутствует. И именно эти логики и рационализм заставляют их делать стеклянные глаза и повторять формулировки. Причем с той же мотивации, с которой они отводят взгляд от бомжа на улице или отворачиваются от женщины, которой предстает пьяный негодяй. Выученное правило держаться подальше от проблем, от неприятных тем, от того, что может причинить тебе дискомфорт, поскольку выученная же беспомощность им говорит, что кроме неприятностей для себя ничего из этих ситуаций ты вынести не сможешь. В глубине души они понимают, что правда и что происходит на самом деле. И сам ужас этой правды заставляет их закрыть душу и сознание и в сотый раз повторить услужливо подсказанную пропагандой формулировку безразличия. Если россияне и осмелятся признать правду, это произойдет далеко не сразу, пишет правозащитник Олег Козловский. Конечно, очень многое зависит от того, как люди воспринимают цели и смысл этой войны. Ради важной цели народ может вытерпеть очень многое. Тут Вторая мировая нам пример. А вот страдать и умирать ради бессмысленного дела не хочет никто. Поэтому пропаганда для Кремля важнее, чем крылатые ракеты. Пока она справляется, война может продолжаться еще очень долго. И вот в этом, на мой взгляд, и состоит главная задача морального авангарда общества – лишить войну пропагандистской поддержки, показать россиянам ее ненужность. При этом не стоит рассчитывать на то, что даже тогда у большинства населения откроются глаза, и что они поймут неправедность этой войны. Это уже совершенно другая задача – на годы, если не на десятилетия. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok